Сегодня адвокат и прокурор забросали вопросами главу экспертной комиссии, проводившей судебно-медицинскую экспертизу Сависара. Как отметил ее председатель Марик Авиали, нет оснований подозревать, что умственные способности подсудимого настолько пострадали, чтобы он не смог участвовать в шестичасовых заседаниях суда. Защитник Сависара Оливер Нес также пожелал отметить, что Сависар может не выдержать такие продолжительные заседания, но эксперт с этим не согласилась. По ее словам, согласно выводу комиссии, допрос Сависара мог бы продолжаться не больше часа, а за ним могла бы следовать пауза в 20-30 минут. А справиться с участием в процессе подсудимому поможет щадящий режим. Достаточное время сна, корректное питание, а также следование предписанному лечащими врачами плану лечения. По словам Марики Авиали, если состояние здоровья Сависара ухудшится, то следует вызвать скорую. Учитывая все-таки последние события, которые он пережил, и ясно, что его здоровье очень сильно пострадало. Но эксперт считает, что дело производства можно вести дальше, на что, конечно же, адвокат задал сегодня очень большое количество вопросов. И, мягко говоря, ответы эксперта, скажем так, периодически были достаточно пространны. Защитник Сависара Оливер Несс также поинтересовался, как эксперты оценивали влияние побочных эффектов лекарств, которые подсудимый в настоящее время принимает. Некоторые из них могут вызывать утомляемость и даже потерю памяти. Глава комиссии отметила, что эксперты не занимаются предсказанием того, какое влияние может оказать то или иное лекарство. Но этот адвокат начал зачитывать инфолисток, прилагающийся к препаратам, которые принимает Сависар, где были упомянуты и побочные эффекты, но судья прервала его. «Председатель экспертной комиссии ответила на дополнительные вопросы, касающиеся сделанного ими заключения для четкого разъяснения, может ли обвиняемый Эдгар Сависар принимать участие в судебных заседаниях. У адвоката подсудимого много дополнительных вопросов». Сегодня представители Центрической партии заявили о том, что в сложившейся ситуации партия продолжит материально поддерживать своего бывшего главу Эдгара Сависара. «Кроме заработной платы Эдгару Сависару партия также возьмет на себя расходы по оказанию юридических услуг. На мой взгляд, это правильное решение». Второе заседание по делу Сависара завершилось сегодня около двух часов дня. Судья поблагодарила эксперта Марья Кувяли за то, что она достойно выдержала столь продолжительный допрос, а также извинилась за то, что суд так поздно сообщил ей о необходимости присутствовать на месте. В ходе заседания было сделано несколько перерывов и продолжится оно завтра в 10 часов. Кстати, судья сделала весьма неординарное заявление о том, что если Сависар почувствует себя уставшим во время процесса, то сможет привлечь прямо в Доме правосудия во время перерыва.